здравствуйте дорогие друзья всем кто занят в малом сельском хозяйстве то есть дачники частники и небольшие землевладельцы используют для обработки своих небольших участков ну скажем до полу гектара максимум наверное различные культиваторы и мотоблоки реже тракторы и вот эти культиваторы и мотоблоки чаще всего используются для обработки земли фрезами при этом фрезы которые мы используем подразделяются на два основных вида это фрезы с горизонтальной осью и фрезы с вертикальными осями горизонтальная ось и фрезы с горизонтальной осью используются распространены гораздо больше чем все остальные типы фрез они используются на малых культиваторах и мотоблоках а на тяжелых мотоблоках чаще всего используется в виде активной фрезы с отдельным приводом фрезы с вертикальной осью встречаются реже и используются ну на небольшом ассортименте различной сельскохозяйственной техники у нас в россии широко распространен относительно широко распространен так называемый культиватор с вертикальными осями лаплош он если у меня у меня были и оригинальные лаплоши у меня сейчас есть самодельные лаплоши то есть с этим типом фрезы и способом обработки земли я знаком очень хорошо и много видео выкладываю по этим способам обработки но как с горизонтальными так и с вертикальными фрезами основная проблема заключается в том что они предназначены для обработки все-таки достаточно крупных кусков земли и если требуется обработать небольшие площади или очень такая детализация между растениями должна проходить то есть где должен очень мелко и точно проходить между кустиками чаще всего применяются различные уменьшенные культиваторы чаще всего электрические или насадки на мото или электрокосу насадки на мото электрокосу также также разделяются на насадки с горизонтальной осью чаще встречающиеся и насадки с вертикальной осью прародителем насадок с вертикальной осью послужила сейчас уже известная итальянская фирма мутила или май тила которая произвела на свет ну такую насадку фрезу с четырьмя вертикально вращающимися осями при этом оси вращались в противоположные стороны а привод был от мото косы и вот эта насадка в дальнейшем получила распространение не только в италии но и начали появляться различные клоны этой насадки и в следующем ее в общем то большим продолжателем этой насадки были турки со своими чапелло и прочими культиваторами надо полагать что китайцы подсмотрели эту конструкцию и постепенно и у китайцев стали появляться аналогичные насадки я присматривался к такому типу насадок тем более что я говорю что мне близок способ обработки с вертикальной осью ну а цена для них была достаточно высока и я старался не не мог сопоставить цену и то что я получу но как говорится чудеса под новый год встречаются и в этом году под новый год у некоторых продавцов были эти насадки поставлены на продажу по половинной цене если основная цена на такую насадку где-то восемь девять тысяч одна именные 10-12 тысяч то эти продавцы выставили насадки по 4000 ну и как вы догадались одну насадку приобрел я итак осматриваем мое новое приобретение и так что мы имеем ну как я вам говорил это прежде всего четыре вертикальных оси здесь стоят четыре шестерни одинаковых которые приводятся в движение шестерней на приводе подключенным к электрокосе вращением вот этой верхней части получается мы добиваемся вращения всех остальных осей при этом как мы видим фрезы вращаются в противоположные стороны то есть даже пара ближних фрез вращается в противоположные стороны ибо привод с вот этой центральной шестерни малой идет на одну всего лишь большую шестерню а так весь пакет шестерен вращается друг от друга этот агрегат имеет размеры порядка 21 сантиметра ширины эта часть имеет высоту примерно 10 сантиметров фрезы которые здесь установлены имеют высоту 7 сантиметров привод как я сказал простая вот такая гайка сейчас я кручу покажу вам конструкция крепления насадки очень просто эта гайка просто ставится на ось косилки и зажимается родной гайкой от косилки все крепление чисто трением и гайка закреплена на оси косилки а в дальнейшем она накручивается на свою резьбовую ось на которой и закреплена малая шестерня и дальше приводит в движение все остальное в комплекте для крепления к самой косилке есть тут идет в комплекте так называемый комплект инструментов вместе с этой косилкой в него уходят две стойки которые именно и закрепляют через которые закрепляют с помощью вот этих вот тяг на штанге газонокосилки вернее косилки на штанге косилки закрепляется тем самым чтобы не было вращение вот этой относительно оси вращение самого культиватора относительно оси в комплект этого агрегата входят ключи крепежные элементы гайки болтики ну то есть все что вам будет необходимо для того чтобы этот культиватор собрать и смонтировать еще из интересных особенностей этого культиватора я отмечу только то что вот здесь вот редуция измеренная между малой шестерней и большим блоком шестерен где-то два с половиной примерно два с половиной один-двум с половиной соответственно при вращении скажем мотокосы оборотах мотокосы порядка десяти тысяч здесь будет порядка четырех тысяч оборотов ну то есть это честно говоря для культивации много но этот агрегат применяется не для культивации почвы а для не глубокого такого порядка трех сантиметров выпалывания различной различных сорняков вот и все то есть судя по его предназначению и использованию он не предназначен именно для перекапывания почвы он предназначен для борьбы с сорняками и эту функцию я так понимаю он выполняет вполне успешно как-то так если кого-то заинтересовали подобные агрегаты сейчас в настоящий момент сию секунду за четыре тысячи его можно приобрести на авито я и еще один наш форумчанин приобрели этот культиватор на озоне за те же самые четыре тысячи рублей но это были штучные культиваторы и сейчас таких культиваторов продажи на озоне нет то есть один культиватор у одного продавца приобрел он другой культиватор приобрел я все на этом распродажа новогодняя культиваторов за недорого закончилась единственное о чем я вам не упомянул внутрь культиватора набивается смазка консистентная есть три точки смазки вот здесь тут выкрутил я болтик туда и в эти три точки набивается смазка ну типа литола и другие такие консистенты здесь сбоку предполагается что эти упоры можно регулировать выше ниже в чем особый смысл этой регулировки трудно сказать потому что вряд ли он едет по земле но хотя вот он и должен регулировать уровень насколько погружаются эти фрезы такой культиватор в практической работе его к сожалению смогу показать только по весне ну а пока вот так короткий обзор культиватора типа майтила безымянного китайского производства российской покупки как то так малята майтила 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 майтила